Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Мы снова с вами в студии в программе «Букинг», ведущей в студии Юрий Проскуряков. Сегодня мы продолжаем начатое неделю назад чтение новой книги Марка Григорьевича Розовского «Папа, мама, я и Сталин». И вот перед вами в данный момент титульный лист черновика книги, которая будет вскоре издана в одном из московских издательств. Здравствуйте, Марк Григорьевич. Рад вас снова видеть. Продолжим наше чтение. Я вас прошу продолжить с того места, где мы закончили в прошлый раз. Спасибо. Итак, я продолжаю. Одна неприятность. Досье на Тухачевского оказалось полностью сфальсифицировано гитлеровскими секретными службами. Были изготовлены множество якобы подлинных писем маршала немецкому командованию и его ответы советскому военачальнику. Есть основания считать, что немцы с удовольствием выполнили заказ НКВД. Идея принадлежала Сталину лично, и он провел ее воплощение через своего агента, некоего Скоблина. Ведь у него были свои счеты с Тухачевским, который еще в 1935 году абсолютно точно определил стратегию Гитлера. Опубликовал в «Правде» статью, в которой говорилось, что Германия сначала ударит по Франции, чтобы потом осуществить блицкрик против Советского Союза. По сути, он предсказал 1941 год. Все сходилось. Ведь в «Майнкамф» Гитлер прямо высказался. Цитирую. «Будущей целью нашей внешней политики явится восточная политика, направленная на приобретение необходимых земель для нашего немецкого народа». Конец цитаты. Но Сталин, видно, читал внимательно у Гитлера другие страницы о том, как важно уничтожить евреев, и о том, что евреев уничтожить не только важно, но и нужно. Видимо, так. Вместе с Тухачевским на радость Гитлеру Сталин расстрелял командующего Киевским военным округом Якира, командующего Белорусским военным округом Убаревича и других высоких командиров Эйдемана, Корка, Путну, Егорова, Фельдмана, Блюхера, Примакова арестовал всю военную верхушку страны – 980 человек. Дальше пошли казни, от которых в контексте надвигающейся войны можно просто сойти с ума. За два года, с 1937 по 1939 годы, Красная армия лишилась трёх маршалов из пяти, 13 командармов из пятнадцати, 8 высших чинов флота, 50 комкоров из пятидесяти семи, 154 комдива из 186 были также расстреляны. Всего репрессии среди армейских работников, сплошь офицеров, в том числе высшего командного состава, достигло в период большого террора 30 тысяч человек. Гитлер не мог не ликовать. Сталин, что называется, подставлялся и теперь, говорят тем же блатным языком, возникал вопрос. Кто кого кинет раньше? Гибель лучших, профессиональных военных кадров в нашей стране. В канун войны, инспирированно вождём, которого снидали подозрения о подготовке Тухачевским какого-то мнимого переворота, привела к обезглавливанию и без того слабой Красной армии в канун войны. Поэтому мнение о том, что главным врагом народа был Сталин и никто другой, уже не подлежит сомнению. Косвенным доказательством этого сталинского преступления служит тот факт, что те представители военной элиты, которые, будучи сцапанными Ежовым, этот заплечный дел мастер, сталинский прихвостень, лично участвовал в пытках Тухачевского, оставив следы запекшейся крови на страницах дела, всё же сумели выжить в застенках НКВД и вырвались на свободу. Во время отечественной проявили себя на отлично, сражаясь с фашистскими захватчиками. Это, простите, я перечислю, это Рокоссовский, Мерецков, Магер, Галецкий, Горбатов, Зайцев. Можно представить себе в этом потенциально героическом ряду и несчастных полководцев, убиенных Сталином перед войной. Содействуя Гитлеру, вольно или невольно, Сталин изменнически укреплял тем самым фашизм. Он, между прочим, делал это и раньше, когда сначала превратил Коминтерм в свой предаток, а затем и вовсе разогнал его. Исходя из своих глобальных симпатий нацистам, он еще до прихода Гитлера к власти в 1933 году в течение трех лет навязывал коммунистам Германии свой весьма странный взгляд, согласно которому главными противниками объявлялись вовсе не национал-социалисты, а социал-демократы. Это вносило раскол и путаницу в коммунистические ряды, чем и помогло, между прочим, Гитлеру взойти к вершине власти в Германии. Если национал-социалисты придут в Германии к власти, они займутся исключительно Западом, то есть Францией. Так что мы спокойно будем строить социализм. Вот эти слова Сталина, которые я цитирую, конечно же, ошибка, за которую наш народ заплатил жизнями почти в каждой семье. Большой террор как раз был символом этого «спокойствия». В кавычках. Самым ярким знаком сталинского двуличия и политического недомыслия явилась резкая переориентация внешней политики Советского Союза с антифашистской на профашистскую. Прямое тому доказательство – выдача Гитлеру немецких антифашистов, чистка Коминтерна и, конечно же, сотрудничество с Гестапо. Что бы ни говорили теперь сталинские доброжелатели о необходимости пакта Молотова-Риббентропа, факт остается фактом. Через неделю, вдумайтесь, через неделю после его подписания 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Ранее Гитлер откровенничал, но глухой советский вождь никак не реагировал на эти признания своего немецкого визави. «Вероятно, мне не избежать союза с Россией». Это цитата из Гитлера. «Я придержу его как последний козырь. Возможно, это будет решающая игра моей жизни. Ее нельзя преждевременно начинать. Но она никогда не удержит меня от того, чтобы изменить курс и напасть на Россию после того, как я достигну своих целей на Западе». Конец гитлеровской цитаты. Перед Сталиным тоже стоял выбор быть с Францией и Англией или переметнуться к Гитлеру, на которого Сталин смотрел с вожделением. «Вот Адольф раздолбает Запад и буржуазный остов Европы падет. А уж с молочным братом-близнецом из страны Йота и Баха я как-нибудь договорюсь. Начнем делить Европу. Тебе то и то, а мне это и это». Бандитская логика дележа чужого и присвоение награбленного снова восторжествовала. Мюнхенский сговор Чемберлена и Деладье с Адиком, благодаря которому Чехословакию опозорили, без звука отдав судеты Германии, показал Сталину пример, как конкретно железный диктатор должен разговаривать с этими либералами. «Чего ты хочешь?» – спрашивал как бы Адольфа Иосиф. «В первую очередь давай возьмем в Польшу. Давай, а ты мне за это дай отхватить Прибалтику и Западную Украину». Вот так примерно, наверное, они разговаривали наедине. Но тут Англия, почуяв эти угрозы, смело заявила, что не допустит, по крайней мере, захвата Польши и еще раз предложила Сталину остаться на антифашистском фронте. Это был шанс. Шанс сдержать приготовившегося к прыжку зверя, уже начавшего пожирать европейские страны. Австрию – операция «Отта», Францию – без боя практически, затем Чехословакию – операция «Грюн», Данию и Норвегию – операция «Везерюбунг» и, наконец, Польшу – операция «Вайс», наверное, понимавши ситуацию и видевши большевиков насквозь, с чисто английской иронией пытается объяснить, что для отпора германскому агрессору – он в этот момент был наиболее опасен – следует заключить союз «хоть с чертом». Это его слова. «Хоть с чертом». Однако этот самый черт по имени товарищ Сталин отнюдь не собирался демонстрировать свой антигитлеризм. Сталину было на Англию плевать, на Францию – чихать, а на Польшу, говоря по-русски, просто насрать. Извините. И потому он предпочел спасительному для всех принципу коллективной безопасности в Европе его безуспешно пытался продвинуть здравомыслящий министр иностранных дел Максим Литвинов «Братания с фашизмом». Инициатива этого «Братания» исходила от товарища Сталина. 3 мая 1939 года в подтверждение своей позиции Сталин убирает Литвинова с занимаемой должности и возводит на нее кого? Молотова, который теперь будет выполнять миссию по подписанию акта о ненападении плюс так называемых секретных протоколов к нему в виде самого дорогостоящего дополнения. Латвию немцам, Эстонию, простите, Литву немцам, Эстонию, Латвию, Финляндию, Бессарабию нам, Польшу, раскроить, разделать, как мясник разделывает кусок. Вот так. Таким образом, не нацистская опасность и советская жадность сошлись во взаимном согласии урок, кому какая часть полагается. Два людоеда приступили к церемонии поглощения пищи. Теперь сталинисты вешают нам лапшу на уши, крича, что пакт Молотова-Риббентропа, мол, дал возможность отодвинуть войну с Германией на пару лет и с помощью отсрочки укрепить оборону СССР. Хорошо, допустим, но тогда как понимать фразу Сталина, брошенную в сердцах уже после войны? Эх, с немцами мы были бы непобедимы. Он думал, что обвел Гитлера. на самом деле Гитлер надул Сталина. Вот и вся история. Ведь, подписав акт о ненападении, Сталин сделал Гитлеру самый прекрасный подарок. Дал стратегическую возможность воевать не на два фронта. То, о чем Адольф мечтал, Иосиф преподнес ему на блюдечке с голубой каемочкой. Он повернулся с задницей к будущим союзникам, которые пришли в шок от сталинского предательства и обрел нового Адольфа, как теперь говорят, Алоизовича, Гитлера. Диагностируя Гитлера как союзника в классовой борьбе с буржуазной Европой, Сталин обманулся по одной простой причине. Он, будучи глубоко безнравственным человеком, поддержал безнравственность. Да, Чемберлен и Деладье тоже были не ахти, какие ангелы, однако в своих странах они не поджигали парламент и не устраивали хрустальную ночь или ночь длинных ножей. Да, Сталин метался, и это было. То он считал, что война неизбежна и тотчас начинал убеждать всех, что воевать мы будем только на территории противника, то забывал о своем шапкозакидательстве и окаменевал перед угрозой, как кролик перед змеей. У него под носом стояла германская военная армада, а он твердил, что нельзя отвечать на провокации. Складывалось впечатление, что план Барбаросса эти двое составляли на пару. Нас пытаются стравить сия сталинская фраза, повторяемая в самый канун бойни с упорством идиота дорого обошлась советскому народу. Рихард Зорге жизнью заплатил за предупреждение о грядущей войне, но Сталин счел эту информацию дезинформацией. Он никак не мог поверить, что агрессия дружка Гитлера это реальность. За сутки до начала войны один из немецких коммунистов единолично перешел границу, чтобы передать родным советским коммунистам тайную весть о немецком вторжении на территорию СССР. Сталин приказал расстрелять перебежчика. Сказалась все та же болезнь видеть в честном человеке врага. Сталин был неадекватен. Возымевшему право расстреливать хорошо бы начать с себя. Но он обозвал провокатором патриота. Сам же помогал немцам абсолютно не понимая что происходит. В первой половине 41 года немецкие самолеты разведчики 324 раза нарушали границу с советами. Были случаи когда их моторы барахлили и немцы приземлялись на наши аэродромы вынужденно. Здесь наши техники наши техники любезно ремонтировали их и отпускали в обратный полет с заполненными бензином баками. Идиллия да и только. 14 июня 1941 года в центральных газетах советские люди прочитали опровержения от лица ТАСС слухов о грядущей войне с Германией 14 июня. А как не верить нашим газетам которые назвали эти слухи неуклюжей выдумкой? 14 июня именно в этот день моя бабушка Александра Даниловна Губанова со своим четырехлетним внуком Мариком это я выехала на детский курорт в город Анапу на родину. Поезд шел двое суток. С 17 июня началась наша курортная жизнь. До начала организованной Гитлером и Сталином бойни оставалось ровно пять дней. каким был Сталин полководцем? Обще известно все сражения которые он выиграл отвечены печальной статистикой семь погибших с нашей стороны на одного немца. Человеческий материал для Сталина никогда ничего не стоил. Дешевле человеческой жизни для этого богатея 183 миллиона граждан СССР перед войной было разве что грязь под ногтями нищего. Лагерная пыль это не образ это в самом деле стертое в ничто живое существо. Человек. Точность тех же мировоззренческих уточним большевистских позиций он воевал руководя фронтами и армиями. Вы меня не поняли товарищ Сталин несколько раз повторял свой вопрос о немевшему от ужаса вождю генерал Жуков сообщивший в 4 с чем-то утра 22 июня 41 года о том что фашистские самолеты сейчас бомбят Минск Киев Севастополь Вильнюс можно было сформулировать резче до вас дошло пока до него доходило по свидетельству того же Жукова Сталин просто молчал первые 3 часа после рокового известия люди гибли а советская власть в этот момент испарилась оказывая по собственной инициативе героическое сопротивление наступавшей гитлеровской машине объявить о начале вероломного в кавычках а какое же оно вероломное если Сталина десятки раз предупреждали нападение Сталин поручил Молотову сам же приступил к моделированию ближайшего военного времени бывший пособник Гитлера теперь становится в позу его заклятого врага не хотелось но жизнь заставила и вот тут надо отдать ему должное за первые 10 дней отрезвевшая голова вождя заработала благодаря инстинкту самосохранения может быть впервые в правильном направлении он назвал войну отечественной народной обратившись к народу с единственно возможным призывом защитить себя от Гитлера и гитлеризма братья и сестры так неформально ни по большевистски ни по советски неофициозно обратился он к народам советского союза к тому самому народу против которого он только что только что организовал большой террор и объединялся с фашистами Сталин извлек из небытия подзабытые во времена насильственного строительства социализма но дремавшие внутри каждого гражданина действительно патриотические чувства и ценности и сев на этого верного конька повел массы в бой ничего что эти массы были зачастую безоружными и необученными добровольцами которые телами своими преграждали дорогу бронированному врагу ничего что за спиной шедших в бой строчили ну это чуть позже пулеметы заградотрядов и смершевцы ловили и расстреливали трусов и дезертиров свои своих это ведь самый плодотворный сталинский метод свои своих ничего что принцип мы за ценой не постоим строчка известная строчка Булата Акуджавы как свидетельство полководческого гения вождя торжествовал на каждом миллиметре военной карты ничего что эшелонами в степь Казахстана депортировались целые народы за якобы пособничество врагу к примеру та же Чечена Ингушетия всего около двух месяцев 1942 года находилась под немецкой оккупацией так что какое за этот кратчайший отрезок времени могло быть всенародное сотрудничество с немцами и на каком языке интересно чтобы Сталин этот спец по нац вопросам Гитлер между прочим считал себя таким же мог наказать массовой депортацией огромную часть населения последствия этой мало сказать обиды до сих пор переживает новейшая история мы платим за этот сталинизм считается что Сталин победил в войне отчасти это так но лишь отчасти дважды за это время он ставит режиссерские безупречные галлозрелища но это я как режиссер говорю но действительно идея гениальная проводит по улицам москвы многотысячную пешую колонну пленных и на параде победы кидает фашистские знамена к своим ногам Сталин триумфатор присвоенной победы он генералиссимус повергший на лопатки ефрейтора однако победил Гитлера наш народ которого Адольф считал недочеловеками это я цитирую в сравнении с арийцами славянская раса должна была по идее Гитлера стать рабами белокурых бестий и по крайней мере наполовину сокращена евреев и цыган Гитлер во след славянам предполагал уничтожить тотально свести их количество буквально к нулю в тридцать девятом году за десять дней до начала второй мировой войны Сталин продолжал всячески поддерживать и выгораживать Гитлера созидая из него образ паиньки жертвы о своих будущих союзников представляя в виде злодеев агрессоров вот передо мной публикация из правды того времени привожу полностью о лживом сообщении агентства ГАВАС редактор правды обратился к товарищу Сталину с вопросом как относится товарищ Сталин к сообщению агентства ГАВАС о речи Сталина якобы произнесенной им в политбюро 19 августа где проводилась якобы мысль о том что война должна продолжаться как можно дольше чтобы истощить воюющие стороны товарищ Сталин прислал следующий ответ это сообщение агентства ГАВАС как и многие другие его сообщения представляет вранье я конечно не могу знать в каком именно кафе Шантане сфабриковано это вранье но как бы не врали господа из агентства ГАВАС они не могут отрицать того что а не Германия напала на Францию и Англию а Франция и Англия напали на Германию взяв на себя ответственность за нынешнюю войну б после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии ибо он считал и продолжает считать что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов в правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны таковы факты что могут противопоставить этим фактам кафешантанные политики из агентства ГАВАЗ и точка Сталин Замечательный документ после таких заявлений на Нюрнбергской скамье подсудимых вполне можно представить и Иосифа Виссарионовича Большое спасибо товарищу Сталину от товарища Геббельса фашизм получил от коммунизма все права на вседозволенность и вот с этой мерзостью Сталин играл в поддавки даже во время им самим провозглашенной великой отечественной так что Сталин изменник Родины ну вот теперь может быть самое главное его преступление 15 апреля 2005 года я был приглашен к участию в программе времена с ведущим Владимиром Познером речь там шла о проблемах связанных с пересмотром итогов Второй мировой войны естественно возник разговор о ранее скрываемых секретных документах без которых правда выглядит неполной и что еще печальней искаженной напротив меня за круглым столом сидел Александр Проханов известный своими националистическими а значит псевдопатриотичными взглядами в точном соответствии с ними он и говорил о так называемой русской победе забывая что в великой отечественной войне вместе с героическими русскими людьми которых конечно же было большинство плечом к плечу сражались и гибли за родину не менее героические украинцы белорусы татары грузины евреи чуваши и все другие народы Советского Союза проханов к сожалению никто из нас не поправил точнее не успел поправить ибо главная схватка с его воззрениями произошла лично у меня по поводу оценки документов опубликованных книге Владимира Карпова генералиссимус издана она была в последний раз в 2005 году и цитирую я том второй этой книги в условиях телепередачи конечно же невозможно было привести их полностью поэтому я счел нужным в качестве послесловия к временам и в доказательство своей позиции предъявить потрясшие меня свидетельства вынутые из секретных архивов мне кажется это чрезвычайно важным ибо еще раз демонстрирует преступную деятельность товарища Сталина против своего народа начнем с 1 января 1942 года в этот день в Вашингтоне 26 стран создали антигитлеровскую коалицию будем помнить об этом в преддверии нашего дня победы ту самую антигитлеровскую коалицию в которую вошла истекающая кровью в этот момент страна советов ну мне тогда и пяти лет не было но я помню сводки с фронтов и голос левитана рассказывающего о виселицах в Смоленске и и и сегодня по прошествии многих лет читаю читаю в книге генералиссимус предложение германскому командованию первое первое с 5 мая 1942 года начиная с 6 часов по всей линии фронта прекратить военные действия объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов второе начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубежи обозначенные на схеме номер 1 предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности обозначенной на схеме номер 1 третье после передислокации армии вооруженные силы СССР к концу 1943 года готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США четвертое СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США в течение последующих 1943-1944 годов ввести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства по схеме номер 2 примечание в случае отказа выполнить вышеизложенные требования в пунктах 1 и 2 германские войска будут разгромлены а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое предупредить германское командование об ответственности верховный главнокомандующий союза СССР и точка Сталин с этим обращением Сталина к Гитлеру датированным 19 февраля зам наркома НКВД Меркулов впоследствии расстрелянный тайно приехал в город Мценск что рядом с городом Орлом на переговоры с генералом вермахта Карлом Вольфом переговоры шли целую неделю аж с 20 по 27 февраля окончились ничем шакал с волком не договорились об этом свидетельствует рапорт Меркулова товарищу Сталину сразу по возвращении в Москву первый заместитель народного комиссара внутренних дел номер 1 дробь 24-28 27 февраля 1942 года товарищу Сталину естественно совершенно секретно рапорт в ходе переговоров в Мценске с 20 по 27 февраля 1942 года с представителями германского командования и начальником персонального штаба рейсфюрера СС группенфюрером СС Вольфом германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть прекратив боевые действия правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район дальнего севера изолировать а затем полностью уничтожить при том власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории группы лагерей а вопросами уничтожения в скобках умерщвления и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи германское командование не исключает что мы можем создать единый фронт против Англии и США после консультации с Берлином Вольф заявил что при переустройстве мира если руководство СССР примет требования германской стороны возможно Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный при обсуждении позиций по схеме номер два возникли следующие расхождения первое Латинская Америка должна принадлежать Германии второе сложное отношение к пониманию китайской цивилизации по мнению германского командования Китай должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи третье арабский мир должен быть германским протекторатом на севере Африки таким образом в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в войне по его мнению война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии основной расчет делается на то что они по их мнению Россия утратив силы и ресурсы в войне вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии но на более жестких условиях спустя два три года первый заместитель НКВД СССР Меркулов вот собственно и вся история та которую сегодня так не хочется признавать та о которой Проханов и слышать не хочет в ответ ему конечно же нечего было сказать поэтому он и орал не давая правде прорваться и все-таки все-таки мне хочется кое-что досказать из невысказанного тогда на телепередаче где нашу перепалку прервал своим веселым свистом Владимир Познер я думаю этот свист войдет в историю телевидения на первом канале он как свистнет и мы даже все ахнули там в этой студии и замолчали Проханов объяснил действия Сталина тактикой хороша тактика из первого документа конечно же видно что Сталин в 42-м году предложил Гитлеру отнюдь не перемирие а капитуляцию единственным заманчивым условием который было повернуть объединенные с фашистами войска против демократических стран подчеркиваю к этому моменту уже стран союзников это ли не предательство своего народа и народов тех 26 государств которые только что буквально полтора месяца назад решили насмерть воевать с нацистами что это такое как не предательство на юридическом языке это между прочим и называется изменой родине может быть Проханов согласится все же с тем что капитуляция как-то плохо согласуется с победой я бы даже сказал ей противоречит с виду ультимативные словеса Сталина о том что германские войска должны отойти и предупреждение Гитлера о грядущем разгроме и ответственности за этот разгром в 42-м году до Сталинграда и Курска есть не что иное как запугивание своего противника на тот момент явно более сильного точно так один блатной машет кулаками и матерится перед лицом другого урки у которого в руках нож страшно аж жуть поэтому давай спасем друг друга накинувшись на третьего логика абсолютно бандитская Сталин был трус и подлец и это теперь неоспоримо по законам военного времени СМЕРШ расстреливал предателей но Сталин для того и придумал СМЕРШ чтобы он угрожал всем и честным и нечестным но при этом помогал сохранить себя и свою систему плевать товарищу Сталину было на народ бившийся с фашизмом в это время в эти дни из последних сил сговор с дьяволом этот усатый безбожник совершал и до войны с помощью позорного пакта Молотова Риббентропа и поздравительных тостов и телеграмм в адрес германского вождя цитирую дружба народа в Германии и Советского Союза скрепленная кровью имеет все основания быть длительной и прочной это из телеграммы Сталина в ответ на поздравление посланное ему Риббентропом по случаю 60-летия вождя в своей книге герой Советского Союза Карпов в отличие от Проханова видит в преступных сепаратных сговорах с гивитлеровскими головорезами сталинское стратегическое мышление а не тактику в свою очередь Проханов на передаче с обескураживающей наглостью винил в послевоенном раскрытии архивов проклятых либералов относя к их числу видимые разведчика писателя Карпова ну разберитесь между собой господа товарищи ну невозможно понять эту так называемую правоту Сталина виселицы в Смоленске а он пытается договориться с противником и повернуть фронт против своих союзников в этот момент ну что это как это повторяю называется на военном языке Сталин изменник родины кто после этого может что-то отрицать после этих документов да невозможно понять повторяю правоту Сталина обезглавившего Красную Армию в канун войны арестами и расстрелами высшего командного состава генералов маршалов составляющих профессиональную военную элиту страны этот разбой стоил нашему народу миллионов лишних жертв так что подлая измена Сталина открывшаяся нам имеет длинную историю падения этого абсолютно безнравственного коммуниста ленинца злодея и злодеев скрепленная кровью во как несомненно кровь имелась ввиду еврейская тут бы антисемиту Гитлеру и договориться с антисемитом Сталиным да вот только Гитлер в случае своей победы слава богу не состоявшийся благодаря подвигу антифашистов должен был по плану уничтожить еще и 40 процентов славян а остальных сделать рабами арийцев об этом не лишне помнить псевдопатриоту Проханову тем более что передача шла тогда в день холокоста и Сталину и Гитлеру нужны были не граждане а верноподданные кроить по своему усмотрению карту мира беря в заложники целые страны и даже континенты являлась сверхзадачей и коммунизма и фашизма Сталин был до жути откровенен когда сообщил в присутствии своей тогда еще невзрослой дочки какой дурак этот Гитлер с его техникой и нашей армией мы с ним владели бы всем миром мы много говорили на той передаче о необходимости покаяния однако забыли уточнить для покаяния нужна высота духа страшащегося высшего суда от безбожников покаяние как серьезнейшего акта восстановления истины мы никогда не дождемся бандиты не каются друзья мои а если каются то в этот момент перестают быть бандитами в природе сталинщины всевечный бандитизм и в теории и на практике конечно Александр Проханов столь востребованный в наши дни персонаж потворствует неофашизму сегодняшнего дня тем он и опасен новой свободной России в которой по его словам он не хочет жить а что он хочет он хочет нас оттащить назад в век волкодав от того-то так рьяно защищает кровавую мерзость сталинской безнравственности некоторые историки считают карповскую публикацию вот это очень важно липой провозглашая фальсификации ну конечно конечно что это фальсификация провозглашая фальсификации документы секретных переговоров Сталина с Гитлером в стремлении любыми средствами обелить Сталина вывести его из подозрения в измене Родины вот скандал-то на весь мир Сталинисты готовы сжечь архивы раз надумать бездоказательные аргументы по принципу этого не может быть потому что не может быть никогда два и свалить все так же бездоказательно на немецкую разведку третьего рейха это три мол это она сварганила подделку хорошо а тогда почему не открыто до сих пор дело Меркулова я спрашиваю дело того самого Меркулова расстрелянного Сталиным и почему расстрелянного может быть именно потому что в нем содержатся ошеломительные подтверждения всех этих мценских мерзостей я спрашиваю зачем знать незачем борьба с фальсификаторами ведется по-сталински фальсификаторами сегодня нас искусственно отодвигают от собственной истории мол это дело специалистов это не ваше дело вы кто такой но тогда что делать с писателем Карамзиным написавшим историю государства российского ведь не специалист же ну или с Александром Сергеевичем Пушкиным который перед капитанской дочкой поведал нам историю Пугачевского бунта тоже дилетант по этой логике да и чеховская поездка на Сахалин неправомочна он же не профессионал в вопросах тюрьмы и каторги врач какой-то писака не из органов ну а вот наши историки те кто прикормлены государством за обеспечение его безопасности конечно же с ученым видом знатока будут и впредь называть черно-белым дезориентировать нас вероятно эти историки в прошлой жизни были фальшивомонетчиками им доверие официоза ибо служат они не истине а выполняют заказ по принципу чего изволите концы в воду это основополагающий прием самозащиты сталинской системы действует и сегодня но как писал Александр Исаевич Солженицын умножатся честные книги о той войне и никто не назовет правительство Сталина иначе как правительством безумия и измены архипелаг гулаг том 1 страница 232 безумия а как тогда объяснить скажем поголовную гибель тысяч патриотов ополченцев которых на вооруженных до зубов немцев наш отец и учитель бросил с берданками 1866 года и то одна на пятерых там же смерша на него не было и все-таки почему-то не он изменник спрашивает Александр Исаевич силясь доказать недоказуемое сталинисты нынче визжат о сфабрикованности этих документов где якобы есть лексическая неряшливость и соединенность скорее с немецким языком видите ли чем с русским но этим способом можно отрицать любой советский канцелярит бюрократическое убожество которого проявлялось множество раз и на самом высоком уровне языковые ошибки и несоответствия это неотъемлемая часть аппаратных игр наших полуграмотных чиновников нуждавшихся в постоянном редактировании а редактирование исключает абсолютную секретность суть же в том что находящиеся и сегодня под сталинским гипнозом люди продолжают сталинское безумие и сталинскую измену по окончании войны сперва казалось сталин триумфатор он чуток он чуток ослабляет террор временная передышка нет хорошей жизни надо же что-то сделать чтобы живущий впроголодь по-прежнему получающий по карточкам жратву народ не отдал концы как отдавали концы доходяги в лагерях и сталин придумывает как добить нищенствующих каждый год он проводит государственные займы наши мамы и бабушки это прекрасно помнят эти государственные займы у населения и я помню как мама отдавала свою зарплату получая взамен такие широкие такие шелестящие бумажные фикции называемые облигациями но чтобы стать благодетелем сталин регулярно снижает цены вот об этой псевдорадости оболваненная чернь любит вспоминать до сих пор одновременно за кражу колосков с и без того пустых колхозных полей в ноябре декабре сорок шестого года в лагеря попадают пятьдесят три тысячи триста человек за колоски за воровство трех огурцов с общественной грядки приговаривали к восьми годам в трудовой колонии строгого режима Сталин не унимался вроде бы меньшевиков и троцкистов после убийства Троцкого в сороковом году поубавилось а где новых то взять где да тут еще еле выжившие бедолаги имевшие срок десять лет в сорок седьмом году настроились видите ли на свободу выйти правда без ста городов что с ними делать мой отец был как раз вот среди них новые процессы учинять с новыми тройками да на кой черт возиться тех кого не шлепнули давайте по новой засадим чтобы уже никогда не вышли это и называется сгноить в тюрьме ну хорошо не в тюрьме так в ссылке и вот по концу лагерного срока в районы уже обжитой бараками колымы и на курорты красноярского края и новосибирской области поступают многие многие сотни тысяч заключенных ранее отрубивших свой срок по статье пятьдесят восемь восемь пятьдесят восемь девять и пятьдесят восемь десять мой отец в их числе тоже а свенцем закрыт бабий яр в прошлом но сталинский гулаг победно празднует новую волну террора победителей не судят судят победители в начале пятьдесят третьего года ну жизнь вождя близка к бессмертию мавзолея к этому моменту в гулаге примерно два с половиной миллиона зэков плюс около трех миллионов ссыльных ссыльных поселенцев и мой отец в их числе в послевоенные годы жизнь на воле не менее опасна нежели скотское существование в заключении Сталин в сорок седьмом году демонстративно отменяет смертную казнь о как но уже в пятидесятом ее восстанавливает почему зачем такая непоследовательность вождь как бы играл на публику смотрите смотрите все попробовал быть добрым и милосердным а что получилось так называемое ленинградское дело вот что получилось честные партийцы кузнецов папков родионов вкупе с председателем газплана вознесенским были спешно расстреляны через час после вынесения приговора за что а за то же самое за протаскивание идей тех же самых троцкого зиновьева каменева вот они новые обвиняемые по старым проверенным рецептам кузнецов папков родионов вознесенский кристально честные коммунисты прошедшие через войну и вот они враги враги в послевоенное время да именно рецепты были проверены сталин не унимался стареющий царь зверей в кителе генералиссимуса рвал и металл получив в карман под украденную уроззяв американцев атомную бомбу помогли леваки коммунисты умиравшие от сочувствия советскому союзу в его святой борьбе с гитлеризмом Сталин в конец распоясался ему понравилась холодная война открытая умницей Черчиллем в его речи Фултоне избавившись наконец от ненавистных союзников стало можно теперь многое снова стало можно прежде всего вернуться к былому тайному почитанию Гитлера пусть сожжен ковер с завернутым в него телом пусть тлен фашистского главаря развеян и выброшен на помойку истории я словно вампир не напившийся крови в достаточной мере испытывающий жажду еще 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 начинаю новый виток злодеяний в память о поверженном собрате и коллеге по черным делам общее сатанинство снова дает о себе знать Сталин демонстративно выходит на гитлеровскую стезю за логического антисемитизма 13 января 1948 года по его личному приказанию в Минске убивают Михоэлса не только великого короля лира еврейской сцены но и актера мыслителя общественного деятеля председателя еврейского антифашистского комитета во след этому Сталин развязывает гнусную кампанию по борьбе с космополитизмом профанируя и великий русский патриотизм и присущее нормальному интеллигентному человеку неприятие любой ксенофобии это было торжество национал социализма на советской почве Егода Ежов Берия Круглов Серов Абакумов Кабулов Рюмин все эти молодцы из НКВД КГБ МГБ и т.д. расстреливавшие людей сами впоследствии были расстреляны но над всеми их делами и злодеяниями всегда нависал один человек по имени Иосиф Сталин самый бесчеловечный самодержец в мировой истории в 46 году он Сталин спускает с цепи своего цепного пса Жданова той же породы что Геббельс при Гитлере который опираясь на постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» травит Зощенко Ахматову Хазина 12 августа 1952 года Сталин расстреливает весь в полном составе еврейский антифашистский комитет 13 чистейших невиннейших людей затем по этому сфабрикованному делу выносятся новые приговоры всего 125 из них 25 смертных и далее далее конечно же открывается сионистский заговор против врачей так называемых убийц в белых халатах снова серия арестов снова пытки допросы допросы пытки и вдруг вдруг когда говорят на столе вождя уже лежал план депортации всех евреев из Москвы в Сибирь гром среди ясного неба год 1953 умирает на своей даче в Кунцево и сразу же в следующий буквально миг началось так называемое развенчание я о нем уже говорил по уже известному закону той самой первобытной жизни 27 марта в будущем этот день будет днем театра а в моей биографии случайно окажется и днем рождения театра уникистских ворот 27 марта но 1953 года то есть всего через пару недель после ухода вождя ват гулаг переходит из МВД ранее НКВД и МГБ под контроль министерства юстиции и объявляется амнистия правда она касается только уголовников а не политических поскольку тотчас перекрасившийся в реформатора в борьбе за высшую власть Лаврентий Павлович Берия накануне 24 марта пишет в президиум ЦК письмо в котором совершенно неожиданно заявляет что из 2,5 миллионов сидящих только 221 тысяча являются на самом деле опасными для государства преступниками врачей-убийц 3 апреля между прочим мой день рождения реабилитируют и освобождают признавая впервые впервые за годы советской власти нарушение законности органами госбезопасности Сталинщина слегка затрещала поскольку Лубянка стала в который раз пожирать сама себя 10 июля арестовали Берию а через 3 дня по лагерям ГУЛАГа покатилась мощнейшая волна восстаний в Норильске в Оркуте в Кенгире это возле Караганды эти бунты были жестоко подавлены войсками особого назначения включая танки представьте себе эту картину танки которые идут на бараки и давят давят восставших заключенных зачинщиков расстреляли по сталинскому обыкновению но тройки пресловутые тройки месившие без суда и следствие вскоре отменены правда Берию прикончили тоже без суда между прочим с приговоркой собаки собачья смерть наследники Сталина по меткому определению Евгения Евтушенко продолжали драку между собой антипартийные группы в которой они почковались тут же разоблачались но их судьба решалась уже погуманнее чем при усатом вожде их отправляли на пенсию хотя хотя и не лишали пайков племя продолжало игру с медведем но теперь уже смертво скоморох в медвежьей шкуре изображал зверя но не был им самим тот из разряда живого царя хозяина переходил в знак воспоминания о царе батюшке былое почитание иногда сменялось осмеянием и этот новый обряд был непривычен и по-своему конечно жесток на святках к примеру вместе с медвежьими играми бытовала игра в мертвеца или как тогда говорили умруна вот так его на руси называли игра в умруна была игрой в царя очень популярной в древнее время ритуальные проводы на тот свет и есть та самая игра в умруна в которой царя сначала убивали потом хоронили а потом под общий виск и песнопение обязательно воскрешали театрализованно костюмированно с использованием крашеных масок и декораций вот так и со Сталиным поиграли сначала поклали его нашпигованный спиртами и бальзамами труп полежать в мавзолее рядом с таким же пустотелым Лениным потом после речи Хрущева на двадцатом съезде его оттуда вынули и закопали в десяти метрах у Кремлевской стены однако умерли наш умрун или воскрес до сих пор не ясно игры первобытного племени продолжаются хотя хотя пятого марта 1953 года смерть тирана была медицински зафиксирована но и тут есть над чем задуматься вообще-то инсультный удар хватает его раньше то ли первого марта то ли второго то ли третьего разные источники по-разному толкуют но дело-то в другом вождь одинок в последние миги своей жизни к нему поначалу никто никто из близких никто из охраны не подходит бояться подходить а он по имеющимся достоверным свидетельствам он больше суток лежит под столом в гостиной в луже собственной мочи большое спасибо Марк Григорьевич я знаю что вы сегодня пришли к нам после репетиции спектакля который премьера которого будет 4-9 мая спектакля по произведениям Булата Шаловича Куджава и в которых в которых используются его стихи и мы до эфира еще планировали что вы прочтете может быть несколько стихотворений Булата да которые тоже связаны со сталинской темой только которые были сочинены другим художником художником слова и правда у нас вышло время но я надеюсь что нам наши режиссеры позволят занять несколько минут прочесть ну скажем три стихотворения ну я думаю 10 минут хорошо конечно я почитаю эти стихи потому что это любимые мои стихи мало кто из поэтов так точно не писал о своем отношении к Сталину и Сталинщине это особенно ценно потому что эти стихи написаны поэтом фронтовиком человеком который прошел войну воевал который написал действительно замечательную чистую светлую повесть о войне о мальчишке пошедшем на эту бойню со школьной скамьи это была его первая проза она была опубликована в альмонахе знаменитом уже тогда скандальном к сожалению альмонахе Тарусские страницы эта проза получила благословение Константина Паустовского и никому доселе неизвестный Булат автор Булат Акуджава вдруг стал известен и в литературных кругах ну потом конечно он получил огромную всенародную славу и признание всенародное как поэт как бард как великий поэт и просто как порядочный человек он был лидером шестидесятников шестидесятничества к коим я себя тоже отношу мы были с ним знакомы я когда-то работал в журнале юность где Булат печатал свои стихи и мы довольно часто выступали с Гришей Гориным Аркадием Аркановым и всеми теми поэтами которые вокруг юности тогда группировались можно так сказать печатал их журнал юность и с большим успехом и вот вам несколько стихов Булата это уже зрелый Булат это Булат который размышлял о Сталине и Сталинчине вот несколько стихотворений они действительно звучат и в моем спектакле по повести будь здоров шкалер ну что генералиссимус прекрасный потомки говоришь к тебе пристрастны их не угомонить не упросить одни тебя мордуют и поносят другие все молюют и возносят и молятся и жаждут воскресить ну что генералиссимус прекрасный лежишь в земле на площади на красной уж не откровель красная она которую ты пригоршнями пролил пока свои усы блаженно холил Москву обозрел подозревая из окна ну что генералиссимус прекрасный твои клешни сегодня безопасны опасен силуэт твой с низким лбом я счета не веду былым потерям но пусть в своем возмездие и умерен я не прощаю помня о былом другое стих не шестидесятники развенчивать усатого должны и им для этого особые приказы не нужны они и сами словно кони боевые бьют копытами пока еще живые но кому еще рассчитывать в той драке на успех не зря кровавые отметины видны на них на всех они хлебнули этих бед не понаслышке им все маячило от высылки до вышки судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг и в этом их предназначении особый смысл и толк ну а приказчики влюбленные в деспота пусть огрызаются такая их работа шестидесятникам не кажется что жизнь сгорела зря они поставили на родину короче говоря она конечно в суете о них забудет но ведь одна она другой уже не будет давайте придумаем деспота чтоб в душах царил он один от возраста самого детского и до благородных седин усы ему вырастим пышные и хищные вставим вставим сапожки натянем неслышные и проголосуем все за давайте придумаем деспота придумаем как захотим потом будет спрашивать нескова коль вместе его создадим и пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы пока наконец не окажется что сами им созданы мы собрался к маме умерла к отцу хотел а он расстрелян и тенью черного орла горийского весь мир застелен и измаравшись в той тени нажравшись выкриков победных вот что хочу спросить у бедных пока еще бедны они собрался к маме умерла к отцу подался застрелили так что ж спросить то позабыли верша великие дела отец и мать нужны мне были в чем философия была и в заключение пока от вранья не отвыкнем традиции древней назло покуда не всхлипнем не вскрепнем куда это нас занесло пока покаянного слова не выдохнет впалая грудь придется нам снова и снова холопскую лямку тянуть большое спасибо марк григорьевич уважаемые телезрители сегодня наша наш эфир подошел к концу мы продолжим чтение марк григорьевич продолжит чтение своей последняя часть моего эссе о Сталине это будет шестого еще полразговорца называется еще полразговорца это будет шестого мая шестнадцать часов просим вас быть у своих компьютеров и смотреть продолжение нашего эфира большое всем спасибо большое спасибо вам марк григорьевич до новых встреч спасибо за внимание и понимание